Я интересовалась, мама мне рассказывала о своей работе. В три года я выговаривала слово Синихрова за трон, поэтому, можно сказать, все было предопределено. Хотя значительную часть своего студенчества Анеля Кадиковой и посвятила спортивной карьере в футбольном клубе «Рубин», ее сердце всегда было предано одной лишь науке – родители девушки – физике. По их стопам Анеля пошла осознанно. О том, что учиться будет нелегко, догадывалась, но жаждала этого всей душой. В этом году девушка закончила университет, но покидать его не планирует. Уже второй год она работает здесь же, в лаборатории Института физики. Анеля признается, хотя и на учебе, и на работе коллектив состоит из мужчин, сложностей, как таковых, у нее не возникает. Здесь больше играет не пол, не возраст, а именно то, как ты себя проявишь, то, с какой стороны ты себя покажешь. И это выходит на первый план, тем более мы занимаемся такими вещами, в которых совершенно не важно, кто ты и откуда, важно, какую ты пользу привнесешь и что ты из себя представляешь. Несмотря на достаточно молодой возраст, Анеля уже руководит исследованием. Вместе с командой она изучает тонкопленочные системы, перспективные в спинтронике. Это направление сейчас актуально как никогда, поскольку именно оно задействовано в создании компьютеров или, к примеру, телефонов. Если говорить проще, Анеля занимается улучшением оперативной памяти устройств. Все мы пользуемся множеством данных. Нам нужно хранить информацию, записывать ее, стирать ее. Магнит-резистивная память – это оперативная память, которая за счет своей энергонезависимости, компактности сможет сочетать в себе такие свойства, как компактность и быстродействие. При этом, когда у нас случается электричество, все будет сохраняться, все данные не нужно перезаписывать. И, соответственно, если нам нужно хранить какие-то важные данные, здесь на первый план выходит магнит-резистивная память благодаря своей надежности. Это актуально не только для обывателей, которым нужно свои фотографии хранить, например, для воспоминаний. Это актуально для военных баз данных, для баз данных каких-то крупных предприятий. И также системы хранения информации у самолетов, те же самые черные ящики. Самое большое количество лабораторий, занимающихся исследованиями в данной области, сейчас находится за рубежом. Они объективно на несколько шагов впереди. Однако, как отмечают сами ученые, все еще может измениться. У нас микроэлектроника не так сильно развита, и все-таки эти научные исследования нужно продвигать в жизнь, в производство. И, конечно же, поэтому мы немного отстаем, но, я думаю, сейчас ничто не мешает нам догнать импортозамещение. Это вообще передовое направление развития науки. Поэтому, мне кажется, актуальность данного направления повысится. Серьезные затруднения вызывают то, что материалы, с которыми работают ученые, достаточно новые. Значительную часть времени занимает их изучение и создание подходящих сочетаний. Проблемы могут возникнуть и на этапе производства. Поэтому пока что все рассматривается с теоретической точки зрения. Мне кажется, пока нужно с научной точки зрения это все исследовать и, соответственно, получать научные гранты. Ну и потихоньку двигаться в сторону производства, чтобы показать, что мы готовы. Мы хотим работать, мы хотим производить это все в больших количествах для народа. Проект ученых уже поддержан грантом «Студенческий стартап». В перспективе Анеля планирует подать заявку на гранты Российского научного фонда и фонда «Содействие инновациям». Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.